Окей, so we are talking about questions to the subject and to the object. Вопросы к подлежащему и вопросы к дополнению. И мы говорили, что вопросы к подлежащему не требуют вспомогательного глагола. Правильно? Да. К подлежащему не нужно ставить вспомогательные глаголы. Ну а какие ты вспомогательные глаголы знаешь, если мы хотим поставить вопрос к другим членам предложения? Do, does, and did, ok. Exercise 45.3. Read the task. Okay. Who or what. Итак, ну есть еще нюанс. Who ставится к одушевленным или к неодушевленным существительным? Who? Кто? Кто? К одушевленным. What? Что? Каким? К неодушевленным. Okay, so read the example. When? I lost... Something? Yesterday, but fortunately... Fortunately? Fortunately... Somebody? Somebody found it and gave it back to me. Good. Questions? What did you lose? Good. Who found it? Okay. Ну, давай мы так. Мы давай так. Вместо этих крестов будем реальные слова вставлять. А если это подходит по смыслу. Ну, например... I lost my keys yesterday. Repeat. I lost my keys yesterday. But fortunately, Sylvia found it. But fortunately, Sylvia found it and gave it back to me. Wonderful. Итак, I lost my keys. Keys. Object. Подлежащее. Subject. Что это такое? My keys. Subject. Subject – это подлежащее. Object – это у нас дополнение. Окей. Subject, субъект. Самый главный субъект. Subject. Запоминаем. Это подлежащее. Ну, и так. Кресты поставлены. И вопрос задавался к подлежащему или не к подлежащему. К этим крестам. Под названием ключи. Ну, подлежащему? Нет. Ключи не являются подлежащими. Ключи являются чем? А, дополнением. Дополнением? Потому что I lost keys yesterday. Keys здесь – дополнение. А где здесь подлежащее в этом предложении? Ну, это во второй части, после запятой. А я просто, а я до запятой говорю. I. I lost. I – подлежащее. Lost my keys. А keys – это что? Дополнение. Дополнение. Ну, здесь ставится вопрос к дополнению. Почитай, пожалуйста, этот вопрос. What did you lose? And please answer. I lost my keys yesterday. Good. Ну, можно и без yesterday. What did you lose? I lost my keys. Repeat. I lost my keys. Окей. Итак, здесь вопрос задавался к подлежащему или не к подлежащему? Не к подлежащему. Использовали мы здесь вспомогательный глагол или нет? Да. Какой? Дид. Дид. Ну, а во второй части, после запятой, это сложно подчинённое предложение? А даже нет, это сложно сочинённое. Но неважно. Это большое предложение, состоящее из двух частей. Первое мы разобрали. А второе предложение. But unfortunately, Sylvia found it and gave it back to me. Кстати говоря, здесь it – единственное число, то есть a key. Один ключ потерян. Ну, ничего. Итак, Сильвия нашла его и отдала мне его назад или вернула мне его. Здесь Сильвия – это подлежащая, не подлежащая? Подлежащая. Замечательно. И тогда читай вопрос. Who found it? Sylvia did. Sylvia did. Помнишь, если такое правило, что упало, то пропало, но оно должно где-то появиться, пропавшее? Вот здесь did-то этот как раз и появляется. В вопросе его нет, потому что это вспомогательный глагол. А когда мы строим вопрос подлежащему, мы не используем вспомогательные глаголы. А в ответе он реализовался. Сильвия did. Сильвия did. Wonderful. Thank you very much. Thank you.